Сейчас видно? Сейчас видно. Сейчас должно быть видно. Так, я слушаю вас. Здрасте. У меня вопрос по исламу. Ну? Там вот, когда вы говорите, что... Сейчас. Вот, найти. Одну минуту. То Коран. Там какая сура? Пятая сура, да, по-моему? Пятая сура Аль-Майда. Пятая. 68-й аят. Сначала 47-й аят, прочитайте. 47-й, а потом 68-й. Да. Пятая сура, 68-й. Там в конце говорится сейчас. 68-й аят. Пятая сура. 69-й. Вот. У людей Писания не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Торием, Джиумом и тем, что не способно вам от вашего Господа. Вот это, да, правильно? Да. Вот. А тем, что не способно вам от вашего Господа, это Коран имеется в виду. То есть, людям Писания говорят, вы не будете идти прямым путем, пока не будете руководствоваться Кораном. Не Кораном пользоваться, а Инжил, Евангелие. А впереди говорится что? Впереди-то говорится Тора. Ну, смотрите. Сначала Тора идет, да, потом Инжил, а дальше и тем, что не способно вам от вашего Господа. От нашего Господа. То есть, они признают, что эти книги наши от Бога, а не выдумка. Да, но они говорят, что они измененные. Нет, это они говорят. Они доказательств не имеют ничего. Они не знают, как переписывалось. Это просто черная, мерзкая заноза, воткнутая в башку им. Когда переписывали Евангелие, Библию, то напротив каждой строчки количество букв, количество букв. Если найдено было, что где-то одну букву попустил в другую, еще две ошибки. Если найдено, весь свиток уничтожался. Они трепет не знают, что если дал нам Всевышний, а Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим. Если Он бодрствует, кто может изменить? Господь говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна буква не исчезнет. Нет, не отдаёт, а ни одна черта. То есть как? Бог неизменен сам, во-первых. И Бог един со своим Словом. А если Он един, значит и Слово неизменное, поскольку Бог сам неизменен. Если Бог неизменен, то и Словом со своим един, то и само Слово неизменное, поскольку Бог сам неизменен. Ну так и есть. Вот. Это говорится в Коране, то, что иудеи переставляют слова местами, слова и меняют их местами. Нет, не надо куда-то идти. Я отвечаю за христиан. Евреев, допустим, возьмите 30 глава притчи Соломона. 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто, он щит уповающим для него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Да. Ну, дальше вот написано, почему Коран, я хочу сказать, христиан не может одобрять. Потому что Коран, это все-таки противоречит Евангелию, во всем противоречит. Дальше сказано, пока вы не станете руководствоваться первой, второй, второй, инжил, третье, и тем, что не способны вам от вашего Господа. Третье, это имеет в виду Коран. То есть, пока христианин не станет руководствоваться за Кораном, пока... Да нет, не способны Господом, это остальные послания апостола Павла, Матфея, Евангелия. Нам не способны. Речь о них тут не идет. Речь идет конкретно о нас. Люди Писания. 47 стих об этом говорит. И в том числе имеется в виду Коран? Да не имеется в виду. Не надо говорить. Зачем придумать? Мы люди Писания. Не они люди Писания. Людьми Писания, у которых в руках Библия больше ни о чем тут не говорится. Зачем добавлять слова? Нет, Игнат Тихонович, я просто говорю, как это объясняет ислам. Не как христианство объясняет, как с точки зрения ислама это понимается. Так, подождите минутку, давайте договоримся так. Вы просто не знаете, как я подхожу. Я разговариваю с ними, показываю их книгу. Вы признаете ее? Ну да. А это... Я признаю. Вы сейчас подождите, выслушайте. Я говорю, признаете? Передо мной в прошлом году прошло здесь 2600 мусульман, и ни один не считал этой книги. А раз не считали, они прямо говорят, да надо считать на арабский, я не знаю. Я говорю, вы такие же. Ну, не все такие. Намаз принимается только на арабском языке. Все. Здесь не о намазе говорится. Речь идет о Слове Божьем. Я их книгу не трогаю, не критикую, не прибавляю, не убавляю. Вы за нее отвечаете. У меня Библия. И по ней меня Бог будет судить. Почему? 12.48 Евангелия Теана. Слово, которое я говорил, говорит Господь Иисус Христос, оно будет судить вас в последний день. Все на этом. Я считаю, что написано. Галатам 1 Гал, 8-9 стих. Если бы мы, апостолы, или ангел с неба не то будет говорить, да будет анафема. Я говорю, хорем вам от нас. В нашей книге написано. Другого нет. Вот и весь ответ. Я по Библии говорю, а их книга мне зачем трогать ее? У меня это запретные слова. Но это я понял. Я просто говорю о том, что Коран он христиан не может одобрять, потому что это вообще книга написана не Богом. Поэтому он не может одобрять то, что написано Богом. То есть мирское не может одобрять то, что написано Богом. Тут они имеют в виду следующее, что православные, католики, настоящие христиане, они не выполняют. Вот написано, возлюбив врагов твоих, а вы воюете против нас. Вот о чем речь идет. Речь идет конкретно о нас. А, ну возлюбив врагов это да. То есть получается даже христианин он должен сатану любить. Конечно. Речь шла о том, что война шла насмерть. И поэтому, какие же вы христиане? Тора говорит одно, А Евангелие говорит другое. Вы что исполняете? Евангелие. А то с людьми Господь разговаривал, как с малыми детьми до пятилетнего возраста. Вот и весь ответ. У меня это табу. Первое слово, что Аллах, Коран, Мухаммад. Я эти слова не произношу никогда. Зачем их драконить? Вообще не произношу. Ну, Мухаммад, он считается как, не считается пороком, настоящим пороком не считается. Потому что он, он же, как сказать, то, что он говорил, не все исполнялось. То, что он говорит, я порок от Бога, а это не исполняется, то он не является пороком от Бога. Я об этом даже не говорю. Я вообще не трогаю их книги. Никаким образом. Я, меня Бог будет в Евангелии, я по Евангелии цитирую и смотрю. 4.12 Дианя апостолов. Нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы спастись. Евангелия Теана 3.36. Верующим Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Все до этого. Мне не надо другой книги. Я по своей книге говорю и им отвечаю. Вот и весь сват. Вы не верите? Ваш выбор такой. Вот они мне иногда говорят, вот вы так цитируете нашу книгу, а не хотите ислам принять? У меня ответ один. Разумный человек при памяти своей никогда небо менять на землю не будет. Вы физически его не сможете принять? Физически не сможете? Если вы не Тихонович, а Абрамович, как вы сможете принять? Да никак я не смотрю. Мне не надо эти слова. Я конкретно цитирую, как христианин, Библию святую. Я им показываю, что там написано. Вот и все. Ну понятно, но вы физически не сможете принять, потому что вы, по сути, Игнатий Абрамович. Вот я ему говорю, смотрите, считаем 1 Тимофеев 4,16. «Вникай в себя и в учение, и занимайся всем постоянно, и так поступай, спасешь себя и слушающих тебя». Вот и весь сказ. Это моя книга. Я люди Писания, по вам, что можно сказать. Какого Писания? Когда говорили это, не раньше 7 века, никаких книг не было еще. Вот одна книга Писанием называется «Святая Библия». Слово Божие. Я по нему поступаю и отвечаю. И вот еще хотел сказать насчет того, что вы говорите, где у нашего Давида 150 псалмов, у их Давуда, у исламского Давуда там ни одного. Ну, они как ответят, как ответят мусульмане там настоящие, то, что у нашего Давуда все те же 150 псалмов, просто там небольшая такая помарочка. Они говорят, они были изменены. Они изменены были. Там как бы это Мухаммед вообще не рекомендовал читать Евангелие, потому что оно было изменено. Он говорит, вообще не читайте его. Но это сказано в хадисах. То есть это хадисы говорят. Знаете, я спрашиваю, скажите, Муса и наш Моисей один и тот же? Они тогда говорят, да, один и тот же так. Я пересчитываю. Бытие, Исход, Левит, Чисто, Второзаконие, 5 книг. У вашего Мусы ни одной нет. Это один и тот же, один и тот же. Куда они делись? Они никуда не делались. Они по исламу вам скажут, что никуда не делались все те же самые, что и у вас, только они были изменены. Вот такая. Ну, как изменены? Где изменены? Кто их изменял-то? 5 книг. Куда он мог изменить, когда он перешел его книги? Как они могли его признавать, если это Муса? Их Муса написал книги 5 книг. Зачем ему изменять? Кто он дозволит? Это не пройдет. Второе. Соломон и Сулейман один и тот же? Да, один и тот же. У него 4. Притча, Премудрость, Экклесиаста, Песня Песней. Почему у вас через 600 лет у него не осталось ни одной книги? Если это один и тот же? Это автор один и тот же. Они согласились один и тот же. Не, Игнатий Тихонович, осталось. Это то же самое. Они скажут, они скажут, Соломон, книги Соломона все, это все у вас. То есть, то, что у вас это все, мы считаем, что это его книги. Только они были изменены. Да где они изменены-то? Зачем? Изменены, опачканы, облеваны, можно что угодно вклести. Когда кто бы изменил, когда они живые? Если одни и те же, они бы где-то заявили протест. Брехня собачья. Не надо придумать, они изменили. Вот он лежит теперь и глядит, 4 бабы не хватает, 44 голых находит еще здесь в рулетке. В рулетке, почему 95% примерно мусульман? Потому что у них ничего нет, кроме разврата. У нас, говорят, если он женился, и дорогой где-то с какой-то одной бабой один раз переспал, 7 лет в храм не зайдет. А у вас 4, даже не безумие, а сказать даже нельзя. И у вас это нормально. А потом еще умрешь, и у тебя там гури будут обслуживать. И все девственницы. Ты будешь такая... Да, да, да. Гури и гури, да. Это религия. Гури, они специально для этого созданы. То есть они для этого специально созданы. Это ничего. Мы в этом видим, христиане. В этом не видим ничего, кроме сатанинского разврата. А это еще будет в вечности, в раю. Ну, это рай такой, в вечности, это будет в вечности. Ну, я про это говорю. Вечно, вечно будешь заниматься. Если, допустим, молитвы. Молитвы кто бы изменял? У Давыда 150 молитв. У вас ни одной нету. Куда он делся ваш Давыд-то? Если он обязательно заявил бы в протест. Сказал бы тому, кто у вас основал религию. Ну, нет нигде ничего. Это выдумка. А он такой сделал. Так, в какое время? Покажите, когда изменились. Я считаю, на английском, на немецком, на разных языках считал. Нигде в Библии ни одного слова не изменено. Но, поясняю, допустим, покатись и бы приблизилось царство небесное. Это the hand. Прямо говорит. То есть приблизилось, а в английском языке оно под рукой у тебя. Ну, это то же самое слово. Если у нас написано, что и богатые нуждаются. В другом переводе Симах Феодитона Акилы написано, говорит, и львы жаждут добычи. Но это богатые с ним означает ничего не изменено. Они не знают. Ну, так. Доказать это, доказать это. Да ничего нету. Я прямо могу говорить им, покажите один раз, хотя бы где-то. А у вас откуда? У нас оригиналы. В 136 году Новая Эра относится от Рождества Христова. Даже такие есть. Возьмите. Ну, самое большое, то, что они говорят, самое большое, то, что говорится, это то, что три бога считается в христианстве. А как тут нужно сказать? Любовь, она объединяет. Вот два человека они друг друга любят. Любовь объединяет. А у бога эта любовь абсолютная. Значит, объединение тоже абсолютным будет. А абсолютное объединение-то есть одно целое. Они три одно целое. У них нет противоречий. Они ничего не понимают. Они совершенно не духовные. У вас, я говорю, ничего нету. Ни рождения свыше, ни крещения Духом Святым. У вас даже намека нет на это. Я еще вам могу сказать. А значит, вы не избраны. Ваш путь в другом месте будет. А вот почему, как вы к Кеннету Коплинду относитесь? Что? К Кеннету Коплинду как относитесь? А кто это? Это известный очень проповедник американский. Кеннет Коплинд. Он говорит, что он рожденный свыше. У него, как кто это? Ну, говорит, допустим, сейчас вот это. Я вчера тут разослал и сегодня дал пояснение. Да он еретик, не в церкви. Он говорит. Мы спросим, а где он причащается? Да нигде. Ну и все, ничего нету. Там жизни нету. Это я не знаю, но как бы он протестант. Да, их миллионы. Миллионы. Я с ними знаюсь очень хорошо. Бритые в галстуках, безбородые. Он бритый, да. Ну и все. Посмотрите. Посмотрите, Кеннет Коплинд. Кеннет Коплинд. Там миссия Кеннета Коплинда. Да им счету нету. Зачем мне нужно сколько их? Известный. Ну, Билли Греем. Ярн Николаевич Пести. Очень люблю его. Ну, точно такой же, как они. Ну, тот брал все из святых отцов и все так. Но он бритые в галстуке, как все из них. Это уже отталкивает. Самые малые они не могут вынести. И, как правило, масоны. А, масоны? Да, конечно. А масоны? Я теме масонца отдал 14 лет. Изучая всю литературу. Дореволюционную. В Америке был. Советское, что писали. И у меня насчитано было на пленку М1, М5. Мне сказали, если еще будет у вас что-то, это интервью той, кого антихриста. Понятно. Но масон, он же не может христианином быть. Как он может быть масоном? Я не понимаю. Да никак. И выхода оттуда никакого нет. Но не надо про них говорить. Мы сказали, и все. Ну как? Яков возлюбил, а я сам вас возненавидел, когда были в утробе. Как? Не нам судить. Бог сказал, знаю будущую их жизнь. Нет избрания. А избранные, я сколько знаю, мусульмане принимают. Вот у нас приезжали, крещение принимают с полным погружением. Какие они прекрасные люди. А которые бывают еще там отец или мать татарин, а другой там русский. Так про них говорить не надо. Лучшие из лучших. Ревностные. Вот какой-то мусульманин обратился, я фамилию его не знаю, но только он стал священником. И вот маленькая девочка сидит там лет семь, и такая же у нее машинка швейная, там куколки, что-то платье шьет. А девочка лет двенадцать и спрашивает, кем ты хочешь? Она говорит, хорошей женой. Ну у нас разве скажут это? Она хочет быть там Пугачевой какой-нибудь. Да мало ли их. Они очень хорошие люди. Я вот спрашиваю мусульман, что у вас самое ценное, они не знают. Ни один не ответит, я говорю, пятикратный намаз. А мы считаем семикратный. И плюс к тому в каждом, у нас это вот молится, дозвон идет, сто поклонов. А еще сейчас, еще Господи Владыка живота моего, молитва Ефрема Сирина. Вот я сейчас, ну Андрея Критского было. Сто пятьдесят три земных поклонов. Официально. Это только в храме. А дом это... Ну только намаз. Они же не туда молятся-то. Они не Иисусу Христа. Они же Бога Иисуса Христа не считают. У них Бог это не Иисус. А как намаз? Кому намаз? Ну я это не беру. Кому они там? Главное, что они перед Всевышним становятся. А у нас попробуй собрать. Вот в Дубаи. Он пришел там, который... В Дубаи. Нет, не про... Нет, Игнат Ильич. Никто не может прийти к отцу только через сына. Только через сына. Да про это и говорим. Про это. Что мы их не трогаем. Кому и как. Дело в том, что они умеют сохранять женщин, девушек у себя. А у нас ее уже в шестом классе на вторую букву алфа это называют. Ну, это еще... Ну нет, это еще в шестом этом... Ну вот так. Еще маленькие. Они имеют много хорошего, что мы можем взять. Вот эта ревность, защита друг друга. Везде. И еще у них нет веры в душе. А почему нет веры в душе? Потому что руки поднимают. Когда руки поднимаешь, тогда и веры в душе нет. То есть, когда ты поднимаешь руки, у тебя никакой веры в душе не будет. Близко не будет. Как это? Как не будет? Когда нам прямо говорит, Павел говорит, чтобы воздевали руки на всяком месте без гнева и сомнения. Мы всегда поднимаем. И священник в алтаре поднимают. Как нет? Да, да, да. Но я говорю, если вот когда руки поднимаешь, у тебя не будет веры в душе. Не знаю. Мы везде поднимаем. Где бы ни были, мы воздеваем руки к небу. Я вот был в тюрьме, в лагере. Я везде поднимал руки. Сразу видно. Я стремлюсь к Богу. Без гнева и сомнений. У меня нет ни гнева, ни сомнения. И у нас женщины поднимают руки. Потому что в житиях святых, святая Агафья, там все поднимали. Да, 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 да. Так я и говорю, то что вера в душе, это когда руки не поднимаешь. Тогда и вера в душе. А когда руки поднимаешь, тогда реально Бог. Ну как? Мы же открыто. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это же мы не скрываем. Город на вершине горы не может. И вот 2.18 послания Якова. Он говорит, покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Конкретно. И мы показываем. Вот я создал детский лагерь. Его директор бессменный. 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Этого нигде нету. Да, я не знаю. И вот миссионерская поездка была. 120 тысяч километров. Мы сделали подарок нашими книгами в 650 библиотек. Нам это обошлось в 35 миллионов рублей. А выезжали, денег не было. Вот как. 35. Ну, конечно, это больше такого нигде не будет. Ну, у меня за 9 лет 38 томов книг вышло. Вот сейчас переиздали Новый Завет с полным толкованием, с откровением. Этого никогда нигде не было. Никогда. Новый Завет полностью с откровением. И еще там 319 моих комментариев. И еще там 230 иллюстраций Юстава Дорре раскрасили. И 10 классика. И вот только что закончили, переиздали опять. Только что привезли. Ну, делали так. Печатали далеко. В Можайске. Сюда в Сибирь-то везти. Обошлось больше, чем 200 тысяч рублей за перевозку. Ого. А я, кстати, работал в компании транспортной. Не знаю. Ну, там, конечно, цены тоже дорогие. Это самое, базовоз называется. Ну, уже привезли. Это где-то был общий, так сказать, вес около 20 тонн. Ого. Да, мощно, конечно. Да. Я вот, когда издавал книги, никто не помогал еще было. И денег нету. И Господь позволил издать. Это издание мне обошлось примерно на сегодняшние деньги 55 миллионов рублей. 55 миллионов? Да. А у меня денег нету. Минимальная пенсия бомжа. Я надеюсь на Бога. Я молюсь, и сразу неизвестные люди отовсюду звонят. Это вы просите? Как? А вот церковь не может как-то помочь? Никак. Потому что... Да в ПЦ. Никак. Нигде ни рубля. Нигде ни рубля. Только люди, которые истинно знают Бога. А они спрашивают, вот, надо завтра выезжать. Или я выкупаю книгу. Предоплата сделана. И вдруг в среди ночи звонок. Вам деньги нужны? Я говорю, а вы откуда? Сакраменто. Американские. Я говорю, а почему нам позвонили? Да у нас дядя Климент умер. Говорят, у вас церковь Климента, и там лучше молитвы доходят. Я говорю, нет такой. У нас церковь, это лагерь у меня называется детский. А нам разницы нет. Вот я иду уже через Бестер-линион, получил деньги. Книгу выкупил. Теперь ехать в поездку. Знать не знаю. Остается два дня. И вдруг сообщают, откуда? Калининград, Кёнигсберг бывший. Булкин, Димитрий. А как вы узнали? Я считал, что вы книги издаете. Я говорю, я больше не издаю. Я умею вовремя прекратить. Ну так-то возьмите. На что? Я говорю, ну мы едем дорогой. Возьмите. Меньше, чем шестизначные не высылают цифры. Никогда не видел, никогда не знает. Это Бог делает так. Когда дело его угодно Богу, говорит, Господь, говорит, примеряет и врагов с ним. Ну а почему РПЦ не помогает? Я не понимаю. Ну это же их дело. Я не понимаю, почему. Нет, у них нет. Потому что я не угождаю никому. У меня обличительные слова там. До патриарха все гремит буквально. Ну, это же все равно церковь богатая. Она могла хотя бы там... Никак. Никогда нигде. А не только что взять. Это бизнес церковный. А у нас деревню строим. Первым делом храм. С тарелкой у нас не ходят. Ни за какие таинства деньги не берутся. Вообще нету. Свечи бесплатно ставятся. Почему? В общем, собрались, купили воск на пасеки чистейшие. Вот и все. Такой общины больше нигде нету. Платится десятина. Все стоит на месте. Десятину бог повелевает платить. А в храме торгует дом. Говорит, мой дом молитен сделал. А вы сделали его вертепом разбойников. У нас вообще деньги не появляются. Вот еще один вопрос, Игнатий, последний. Вот. То есть, где торгуют, там не храм. Правильно? Или храм? Это все-таки не храм. Как говорите, как? Это не храм. Где торговля? Да. Ну, а какой же храм это? Если торговля, значит, Христос еще не дошел туда. И священник не имеет права на десятину. Потому что церковный бизнес там есть. Ну, тогда получается, если в человека вошел, ну, Христос, да, этот человек туда входит, так же берет веревку и так же их бьет. Правильно? Ну, пускай попробует. Не, ну, по идее, так давно. Его этой веревкой свяжут, да и будут лупить его пока живое. Они из него котлету отбивную сделают. Да. А у нас зайдешь, нигде ничего нету. Нету. С тарелкой никогда не уходит по храму ни разу. У нас устав такой. Свящая должна быть абсолютно чистая, восковая. И должна догореть и погаснуть. Ни одного огарка за 30 лет нету. Мы в устав это все внесли. А почему вы первый раз позвонили мне и сразу, я только зашел сюда, отвлекаюсь от работы, а вы раз и нету вас. Почему? Я думал, вы не возьмете трубу. Да вы думать не надо. Пусть до конца дозвенит. Она заряжена на определенные полторы минуты. Я же не здесь. Я откуда-то должен прийти. Должен все это установить. Понятно. Если бы второй раз, и вы бы не стали, я бы подумал, держать вас или нет, или в черный список занести. Хулиган какой-то. А, понял. Мне просто сейчас на работу надо было, поэтому мне сейчас... Нет, нет, нет. Вы сразу бы ответили. У меня сломалось, спешу на работе. А, понял. Так, я вам скидывал свои материалы. Давно уже? Ну, я могу повторить, скинуть вам сегодня. Дополнительно. А, ну, если там что появилось... Ничего, три минуты. Три минуты я скину. Да, появилось много. А, ну, да. У меня был один канал в YouTube, а сейчас три канала. А, там же библиотека еще, по-моему, да? Да, там сейчас работает над этим. Очень легко искать. Искать легко. Отдельно даже сейчас создали там где-то, не канал или что-то, мои документы. А документов у меня около ста разных. Специальные программисты работают. Очень хорошего, высокого качества. Ну, понятно. А вот Ткачев у меня еще последний вопрос. Уже сейчас просто на работу. Ткачев, Андрей Ткачев. Есть такой. Есть Андрей Ткачев. Я попросил Николая Астахова найти его и подарить ему мои книги. Трехтомник Нового Завета. Для слова Божьего нетусти и к истину православию. К истину православию, это моя книга. Материал для нее я собирал около сорока лет. Все ответы отвечены. Крещение, покаяние, храм, священство. И он ему подарил. Долго его искал. Он где-то как-то черным ходом уходит. И вот когда у него брали интервью, видно дома. Ну, у него книги стоят. И вдруг голову поворачивает дальше. Это и мои книги на первом месте стоят. И когда он в следующий день вышел с Библии в руках, мне говорят, вот теперь мы верим, что и книги ваши дошли до него. Ну, он-то смотри, говорит, так говорит сейчас и... Говорит, так говорится, поет соловей. А что там люди ходят, торгуют? Вот. А тут сразу у него изменилось. Он вышел прямо с Библии в руках. Такого никогда не было. И сказали, это он уже от вас взял. Мы за него молимся каждый день. За Каскуна Максима, за Андрея Кураева. Каждый день поминаем их в молитвах. Глеба Грозовского, которого посадили на 14 лет. А Каскуна вот говорит, что крещение вообще необязательно. Это я вот недавно ролик смотрел. Не знаю, такого не встречал у него. А последний я скину, если... Не знаю, его спрашивают про меня. Он говорит, я обратился через проповедь отца Геннадия Фаста. А Геннадий Фаст через Игнатия Лапкина. И поэтому я ему внучатка. А, так вот. Да. И что он там отрекается, это я не знаю, не слыхал. Не, не отрекается. Он говорит, что крещение необязательно. Ну, то, что ветхозаветные, если не крестились, то и крещение как бы оно необязательно. Как это не... Ветхозаветные не крестились, разве можно это ссылать? Они обрезывались. Это обрезание. Да. Но это он так сказал. Нет, не надо. Что сказал, то сказал. 2.11 колоссий нам прямо говорит апостол Павел. Нам говорит, мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, плоти, будучи крещеным во имя Иисуса Христа. Обрезание – это крещение, это страсть отрезается. И поэтому, как это, Христос крещение принял, вот 22.16 Деяния апостолов, пришел Анания, айпископ, а Саввл сидит, согнулся, он его назвал Брат Саввл. И говорит, что ты медлишь, Брат Саввл, встань, крестись и омой грехи твои. Омой. А 2.38 Деяния апостола Петра спрашивает, уже после 106 Духа Святого, что нам делать? Он говорит, покайтесь, и да каждый из вас крестится во имя Иисуса Христа для прощения грехов, для прощения, и получите дар Святого Духа. Как это не так? Когда это прощение? Крещение для прощения. Что-то в Новом Завете прощение не нужно? Если он это сказал, сказал не трезвый. А разбойник? Нет, он трезвый. А разбойник как же? Разбойник был не крещеный или как? Не крещеный, потому что и церкви не было. А, все, ну это хорошо, вопрос у меня. Как это, разбойник? Ты сначала сделаешь, чтобы тебя вернуть в то время и прибить тебя к дереву, и куда ты пойдешь креститься, разбойники? Ну, вот как сказал, так и сказал. Так и сказал. Ну, Павел, Савл, когда Анания пришел к нему в Дамасске, брат Савл, что ты мерзишь, встань, крестись и омой грехи твои. Для чего крещение? И омой грехи твои. Он три дня уже его покаялся, Бог принял его, а грехи на нем еще. Ладно. Спасибо, Игнатий Тихонович. У нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос, да. Спасибо, Христос. Хорошо. Если когда думаете звонить, я сейчас данные скину и выходить из этих рамок. И сначала написать, здесь ли я. Я очень бываю занят. У нас, ну, моленья только семь раз в день. И еще и дела такие есть. Приходится уходить. Да, мне уже на работу просто. Ну, так. Ну, вы знаете наш порядок, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, да, да. Вы знаете, да. Сейчас я вам скину все в течение трех минут. Ждите.